Всем привет, мои хорошие! Я пришла с работы. Мне уже два дня, знаете, какой хочется салат. Я не помню, у какого блогера я посмотрела. Просто видео даже. Свекла с чесноком и с майонезом. Обычная такая закуска. Просто вот охота. Только не сырую, а вареную. У меня как раз лежала... Была уже куплена свекла. Я сейчас ее отварю. И, в принципе, можно приготовить. Так, я думаю, может, не маленькая кастрюля. Мне хватит. Вполне сейчас помою. На улице у нас также тепло. Ну, как тепло. Относительно нормально. 7 градусов. Такая погода вообще хорошая. Моя, наверное, 30 вековая. Я говорю, Паш, ну, тебе делать? Он говорит, да, давай, если сделаешь побольше, я тоже говорю, буду есть. Давно уже не готовила такое блюдо. Так, я думаю, не пропадет. А я сегодня купила дайкон. Он у нас также в магните по 54 рубля и чеснок. Паш, как говорит, у нас чеснок и из головки. Ну, думаю, ладно, лишнее будет. Еще майонез взяла. Так, все, поставим сейчас варить. А это сейчас и в холодильник. все, уберем. Сейчас мне Пашка говорит. Короче, родственники у него в Благовещенске, ну, получается, как там, двойная сестра, тетки. Ну, то есть, получается, вот смотрите, у Пашки двойный брат Славка, ну, как у него отец, то есть, они братья. Что у Пашки отец, что у Савки отец. Они, ну, были братья. Вот. Там, по-моему, даже семь братьев. И кто вот в Благовещенске живет? Так, сейчас, подождите, сейчас я вам это расскажу. Ну, Пашка периодически с ними созванивается. Ну, и Болька, так же он как-то Пашке звонил. Я так не поняла, кто он ему считается. Вот. Недавно с Украины, ну, и как с ранением получается. Что-то его, короче, обязали. Ну, туда, поняли, да, в то место. Ну, вот сколько, полгода, наверное, прошло. С ранением, да, вот здесь, получается, с ранением. И что-то опять его, ну, туда обратно, что-то какие-то документы собирали. Ну, короче, хотели обратно туда. И он сегодня, говорит, утром повесился. Я говорю, так, конечно, ты где там что-то выдержишь-то. Очень морально, конечно, тяжело. Ой, блин, вообще. Ну, Пашке позвонили, родственники. И сегодня он повешился. Капец. Что-то мандарины, как эти, семечки. Без, без косточек, без ничего. Она такие кисловатая. Ну, ничего. Короче, вот такие дела, девчонки. Я уже чеснока начистила. Так, еще 13 минут варится. И буду все-таки в блендере измельчать. Все вместе с разочистим. Чеснок туда и свеклу. Прямо захотелось бы именно вареное с чесноком и с майонезом. Может быть, даже просто самушку съем. Я с Пашкой тоже разговаривали. Это получается, смотрите, у него ранение было в ногах. И он какую-то комиссию или что там подтверждение ждал, чтобы, ну, допустим, ну, что у него как бы серьезное такое ранение было. Вот. Я не знаю, что, какой вердикт ему поставили, то ли, что, типа, он годен, ну, типа, опять туда идти. Короче, вот он сдернулся. Капец, как будто. А он как-то даже раз Пашке звонил. он долго в больнице был вот с этим ранением. Короче, у нас вечно что-нибудь какая-нибудь фигня. надо ждать, когда остынет. Да я в холодной воде, наверное, не еду. Свекнулась, стужу. Такие дела. В чем еще рассказать? Не знаю, что. На работе все так же. Работали сегодня. Я сегодня как за кассиром, как кассир, завтра старше. Надо мне обучение проходить. А у меня что, один выходной, когда я буду обучение проходить? Я вчера хотела, думаю, к вечеру и вообще про него забыла. Ну, там дается период, когда остановится другую должность. Ну, вообще, как бы обучение и дается время, допустим, 5 дней или сколько, не знаю. Я про него вообще вчера забыла даже зайти в магну. так и называется магну. Не знаю, сейчас 2 дня отработаю. Там же все равно вот эти курсы слушать. Потом это в конце, ну, как тест проходишь. Завтра суббота. Настрель человека. Как одно я себе тоже написала. Мне нравится найти другую работу. Почему мне нравится? как бы все нормально. просто, 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 просто. О, да. так долго, блин, варится. Даже, не знаю, сколько светло варить. Я что-то поставила на 26 минут. уже 16 минут варится. Мне кажется, сильно долго тоже их не надо варить. я хочу прямо, чтобы такая мягенькая была. так ощущение, что она уже сварилась. Хотя внутри может еще твердо быть. не бери порошок. Хочешь, бери порошок. У нас что заканчивается? мало. Мы же нас брали когда? вспомни, когда мы брали. Нет, белого там и мало тратим, а цветов я тратил. Понятно. Мы брали, ты когда-то вспомни. Ну, все, мне делать нечего. Я помню, что мы вчера не втрасах, не вкали. Я дома хожу. Ползунка ходить. Ой, блин. Сейчас уже будет. Так, надеюсь, чеснокомий переборщу, да? Вот. Продолжаем. Продолжаем. Мне кажется, я перебор уже со свеклой сделала. Смотрите, сколько получилось. Мне кажется, это же много, да? Даже Аня хочет попробовать. Ну, с чесноком... Блин, что у меня с горло. С чесноком все равно много не съешь. Правильно? Что-то не знаю, или дальше доделывать. Вон сколько свеклы еще отваренной. Мне кажется, так и оставить. Сейчас соберу отсюда все. Вот просто, знаете, охота. Может быть, я ложку-две съем и больше не захочу. Мне кажется, это со свеклом можно просто на другой какой-нибудь салат, да? Там у меня есть фасоль в банках. Красная, белая. Ну, мне кажется, я вообще не буду. Оно же тоже для желудка сильно много вредит, правильно? Все, у нас еще несколько чеснока тоже осталось. Все, в небольшую чашку положила. Майонезико. Мне кажется, много, да, надо майонеза? Блин. Вечером майонезика. Майонезико. М-м-м-м. Как это вкусно. Сто лет не делала, сто лет не ела. Хлеба не хватает. Не, пропорция, кстати, достаточно. Прямо на глаз. Конечно, сильно много тоже неохота для желудка. Давно забытый вкус. М-м-м. Да, давай, устряпайся. Вся в свекле быть. Офигенно. Даже слов нету. М-м-м. Ладно, моя хорошая, буду заканчивать. На этом все. На этом новости у меня сегодня все-таки печально к вечеру. Про работу я не буду говорить ничего. Поэтому вот как-то так. Ладно, все. Всем пока, кто кушает, приятного аппетита. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»